Госавтоинспекция сообщает, что на перекрестке улиц Гагарина и Дзержинского ранее установленный комплекс начал фиксировать правонарушения. Также на переправе лоботанги Салихард усилен контроль за транспортными средствами, перевозящими пассажиров. Подробнее расскажет Дмитрий Мадрик. Для любителей прокатиться с ветерком не станет новостью, что около магазина «Кристалл» еще с февраля функционирует камера фиксации нарушения правил дорожного движения «Кордон М2». Говоря о тех самых нарушениях, статистика неутешительная. В общем, выявлено камерой 808 административных правонарушений. Однако с 21 апреля по 29 апреля выявлено, то есть в маленькие 9 дней всего, выявлено 129 правонарушений по выезд на полосу встречного движения, что присмотрено с частью 4 статьи 12.15 «Кордон М2» нарушения, заместительный штраф в 5000 рублей. На данный момент на участке не зафиксировано ни одного ДТП, что показывает эффективность камеры. Хотел обратиться к гражданам, чтобы были повнимательнее на данном участке. Ну, соответственно, не только что в области безопасности дорожного движения, но и так же самое, что финансы очень дорого. Шрафы очень высокие за это правонарушения. Позднее на ледовой переправе сотрудники госавтоинспекции совместно с сотрудниками службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин провели рейд по незаконной перевозке пассажиров. Проверяем самоходную технику, проверяем наличие у водителей соответствующих документов, удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории, пройден ли технический осмотр на технике, имеются ли полюса ОСАГО. Ну, а также проводим разъяснительную работу с водителями. Предупреждаем о том, что запрещен, ну, если введен запрет выхода, то предупреждаем, что запрещен выезд на лед техники. Ну, такая вот работа проводится ежегодно. Она проводится и весной, и осенью, когда ледостав начинает становиться. Ну, то есть мы в эти периоды усиленно дежурство отшляем. За время нахождения нашей съемочной группы ни одного нарушения правил перевозки пассажиров не было зафиксировано. Все машины занимались только грузоперевозками. Зачем на лед выезжаем? Перевозим груз. Нельзя же на лед выезжать. А как с Алихард кушать будет? Риторический вопрос от многих водителей остается без ответа. А для тех, кому нужно добраться на другой берег Аби, напоминаем. На данный момент продолжает свою работу вездеход на воздушной подушке, имеющей официальное разрешение на перевозку пассажиров. Пересекая реку на других транспортных средствах, вы подвергаете свою жизнь опасности. Дмитрий Мавдрик, Евгений Садыков. Программа «Время местное».